Добрый день! Сегодня я хотел бы вам показать, как через конфигуратор настроить работу прибора Тилтоника FMV001. Для этого вам потребуется первое взять, подключить устройство на питание, подключить его через USB, установить USB драйвер для определения устройства, третье скачать конфигуратор и сделать то же самое, что сделаю я. У вас немного вот эта картина изменится, но все будет то же самое. Кейворд, вам нужно ввести сюда символы до пяти символов, например 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, готово. Системные настройки. В системных настройках вам нужно выбрать, это вот так откроются стандартные настройки, тут как определять движение, акселерометр, отправлять сигнал всегда, включено GLONASS GPS, заряжаться всегда, не трогаем, не трогаем, не трогаем. Вот это вот не трогаем, это не трогаем, это режимы сна. Отключить режим сна, сон по GPS, сон, когда машина стоит, это другой режим сна. Вот с этим сном они связаны с тем, что машина, оборудование находится не в полном режиме сна, а например у него в этом варианте тут идет сон по GPS, но можно управлять смс-ками. В этом режиме он будет включаться только по зажиганию, либо по акселерометру. Ничем особенно не отличается от Deep Sleep, только тут вообще все выключено, тут нельзя управлять смс-ками. Дальше переходим в раздел настроек GPS. Если у вас симка мегафона, то мы сюда прописываем адрес интернет, соединяться с сервером, пишем логин, пароль, джедата, джедата. Тут пишем домен. Нам нужно, например, подключить на авиалон. Чтобы подключить на авиалон, мы указываем 182131.24 и указываем порт 21359. PS, Disable, TPS, Offset. Можно лучше поставить новое, только новое отправлять, VLS, Disable. Вот сюда вот можно указать число, 259200. Это максимальный режим работы. Тут 300, то есть каждые 6, получается, минут он будет перезапускаться в систему. Также, что касается по работе, когда он стоит, мы настраиваем тут 300, 600, меньше и больше не нужно. Лучше использовать такие параметры. Сюда мы вставляем 120, 10, 10, 10, 180, 180, 180. Ниже либо выше вы можете настроить самостоятельно, в зависимости от ваших потребностей. Но это рекомендуемые по настройкам. Также SMS и звонки. Если вы хотите настроить какие-то события, отправки, сообщения, авторизированные номера, допустимые номера, все заносится вот сюда. Заносится номер, который может управлять. Если вы занесете сюда номер, то вы сможете управлять только с него. Поэтому лучше сюда ничего не заносить. А то в случае утери сим-карты, ваш трекер превратится в наудаленном объекте, в нечто неуправляемое. Его нужно будет демонтировать и перепрошивать. Это неудобно. Сюда прописываются все номера, которые могут с ними работать. То есть они тут спокойно будут работать и данные получать и отправлять. Тут можно прописать SMS-сервер и использовать SMS. Логин пароль также поставить при управлении SMS-ками. Все остальное мы не трогаем. SMS-оператор. Тут для роуминга настраиваются операторы. В этот раздел мы не заходим, потому что он вам не нужен. Можете тут посмотреть, но он вам не нужен. Тут настраивается то, что вы не сможете правильно настроить и проработать. Это должны делать только профессионалы. Работа по акселерометру. Тут есть уже более понятные настройки по срабатыванию. Например, по началу движения, по пресечению скорости можно создать событие, на какой номер вот сюда будет отправлено. Если вернемся вот сюда, в этот раздел, мы, например, введем номер 79999999999. Идем потом в это событие. Мы можем выбрать этот номер, написать событие, включить, какой у него приоритет будет. И когда, то есть у него был, если он двигался более чем, стоял более чем 5 минут и двигался более чем 5 секунд, приходится сообщение. Можете это включать и выключать. Дальше тоже определение движения. Что делать? Это в основном никто не использует и вам не советую трогать эти параметры. Вот это тоже советую не трогать. Я думаю, что это не особо вам будет актуально. Также есть более актуальный параметр. Это crash detectors. Это если машина попадала в удар, либо ее ударили. Тут есть определенные события. Мы включаем love priority. Эти параметры. Куда отправить смс? Какой текст? И он будет отправлять в случае резкого удара. Автогеография. Тут можно включить тоже работу по автогеографии. Для большинства она не нужна. С ней не работаем. В следующем можно настроить очень удобно зоны. В зависимости от того, в какую зону он приходит, в какую зону он входит. Можно нарисовать зону. Тут видите, можно нарисовать квадрат, либо можно нарисовать круг. Можно настроить разные события, которые будут происходить. То есть, тут мы устанавливаем события, что нету событий, либо другие события. И в зависимости от того, какая зона, там отправить смс и максимально разрешенная скорость. Зон можно записать целых 50. В зависимости от зоны будет происходить какое-либо событие. Дальше, это триподомметр. Это тоже, что касается превышения скорости остановки движения, оповещения по смс, по текстам и срабатывания. Также можно считать расход топлива по этим параметрам. Что касается Bluetooth, тут есть параметр disable, enable, включен, скрыт, включен, виден. Пишется local name, то есть, если у вас один трекер, и вы можете им давать номера, кто пишите. Обычно номера не пишутся, либо заводские пользуются, потому что там без разницы с ним подключением. И указывайте, какой хотите пароль. То есть, вот я до этого указал пароль 4 и 5, просто так для примера. Поэтому можете выбрать свой. И тип подключения, как подключаться. Потом есть приоритет подключения. Например, можно подключить на гарнитуру, можно подключить на сканер. И также прописывается имя и MAC адреса подключения. Также есть авторизированные, например, устройства. Можно прописать, например, гарнитуру. Он будет всегда подключаться к гарнитуре и звонить на трекер. И он автоматом будет выдавать сигнал на гарнитуру. Также подключение Bluetooth 4.0 есть. Тут можно настроить кнопки, но они еще, к сожалению, не вышли. Также параметры по I.O. Что вы настраиваете? Это сенсоры, которые вы будете получать и отправлять. Не советую включать все и понимать, что вы делаете. Вот зажигание. Момент включен. Дата мода есть. GNS сигнал можно отправлять. Слип мода он не нужен. Включаем нон. GNS статус можно не отправлять. Это вот эти два параметра можно не отправлять. Сколько у него миллиампер заряд? Милливольт лучше отправлять. Speed можно, скорость считается и так. Батареи заряд в милливольтах. Сколько батареи заряд в миллиамперах. Active GMS оператор. Можно этот параметр не отправлять. Total Dynometer тоже можно этот параметр не отправлять. И состояние выхода. Какой выход обычно мы ставим отправлять. Чтобы понимать, есть ли на этом выходе плюс, либо есть на нем минус. Все остальные параметры устанавливаются по вашим задачам. Но в любом случае их лучше не трогать. Не включать, потому что они не используются в основной работе. И дальше самое интересное это чтение по OBD. Чтобы у нас работал OBD. Мы активируем полностью все. И ставим их на лов. Теперь будут работать полностью все. Что касается, то есть считывается все, что может. Если вы знаете, какие у вас точно параметры считываются, то вы их выбираете. Но в основном будет приходить только то, что у вас есть. Если чего-то нету, например, вот этот параметр не измеряется. Да, просто придет ничего, ноль. Также тут есть режим либо онлайн мониторинга, либо просто если есть сигнал, то он его отправляет. Если нету, то не отправляет. Ну и непосредственно подпись сбоку, что это значит. Можно взять и перевести. Через переводчик, то есть какие параметры, за что отвечает. Тут также можно настроить, куда отправлять по смс-кам события, что происходит, какое событие. Что, например, если была авария, либо да. То есть через какое-то определенное время он будет присылать. И тут вот самое интересное, что можно сделать, например, загрузка двигателя, проценты. Это у нас, скорее всего, идет определение педаль. Ставим лофт приоритет. Да, и у него идет от 0 до 100. Максимум 100. И мы выставляем, например, 90 вот тут. И только события, мониторинг. И вот тут написано текст смс. И когда водитель нажмет на педаль более чем на 90% нагрузить двигатель, то произойдет событие, что он отправит на этот номер смс с этим текстом. Также работает это все по остальным параметрам, чтобы отслеживать. Очень удобная вещь. Можно контролировать машину. Главное это правильно активировать и запустить. В зависимости от машины будут приходить разные параметры. Думаю, я рассказал вам все, что может вам понадобиться для настройки активации данного трекера Тилтоника FMB001. Как его подключить на сервер Виалон. Также, если у вас оператор Мегафон. Если у вас МТС или Билайн, или Теле2, или другой оператор, в принципе, на сайте control-toplio.ru там есть, можно найти в разделе новости, есть коды APN, юзернейм и пасворд для других операторов, которые используются у нас на территории Российской Федерации. На этом настройка прибора закончилась. Можно сохранить, будет тут кнопочка Save to Device. сохранить на прибор, перезагрузить прибор и после этого уже отправляться, втыкать прибор в раздел ОБД и уже смотреть, что вам присылает прибор на сервер. Также для чтения ОБД вы можете воспользоваться мобильным приложением, подключиться по Bluetooth к трекеру. подключается он вот тут, чтобы enable, visible у вас всегда стоял, local name и пин-код, свой вводите, какой хотите. Подключаетесь и считываете через телефон параметры по ОБД. Да, кстати, скажу сразу, если вы вот тут что-то нам указали, не указали, то там скорее он будет считывать просто все подряд, либо то, что только указали тут. К сожалению, инструкция умалчивает, как это работает. То ли все считывает, то ли считывает то, что может. Портянка получается очень-очень-очень длинной, информации очень много. В среднем там надо ждать 10 минут. На 10 минут он очень большой файл, списывает очень много информации и не совсем понятно, как ее использовать, кроме основных там параметров. Это там обороты, нагрузка на двигатели, кручение, ну и по скорости движения. Благодарю вас за внимание, не забывайте мякать на колокольчик и поставить лайк за видео. Также я отвечу на все ваши вопросы, которые возникнут, но вы можете оставить их под видео. Благодарю за внимание, до свидания.